Дешевый и доступный, но смертельно опасный. Контрафактный алкоголь продолжает захватывать гаражи города. Чем опасно нелегальное спиртное, выяснял Игорь Умаров. Именно здесь, в одном из этих гаражей, ведется нелегальная торговля контрафактным алкоголем. Об этом знают все, но никто не говорит. Мы решили провести свое журналистское расследование и узнать, сколько стоят элитные виски. При входе в так называемый торговый павильон, строки без окон, без дверей всплывают сами по себе. Одна тусклая лампа на 40 ватт и куча штор. Сюжет, как в хорошем фильме ужасов. Оно и понятно, лишнее внимание торговцам подделкой ни к чему. Купить бутылку спиртного неизвестного происхождения оказалось не так сложно. И пусть состав остается загадкой, этикетку алкобороны могут наклеить абсолютно любую. В чем съемочная группа и убедилась, посетив один из подпольных гаражей в Володарском районе. Скажите, а рискарь какой есть? 300 рублей. 200. Слушайте, а вы каждый только такой? Да, черный, белый, литровый. Дай Дэнион. Какую у меня? Литровый. Дэнион, литровый. А Дэни? Нет. Такую? Литровый. Бутылку элитного алкоголя продавец достал из новой коробки. Заботливо завернул в газету и положил в пакет. Отойдя на безопасное расстояние, мы решили разглядеть покупку получше, поскольку в торговом павильоне этого сделать практически невозможно. Здесь у нас бутылочка элитного спецного, достаточно элитного. Очень популярная. И что мы сразу видим? Сразу видим, что у оригинала края должны быть квадратные и должна быть гравировка. То есть название. Крышка должна быть не металлическая, а пластиковая. Ну и, соответственно, этикетка. Как вы видите, здесь она уже спокойно отклеилась. Ну, про шрифты говорить не стоит ничего. Ну и, конечно же, цена. Оригинал стоит порядка трех тысяч. Это несколько сотен. Получается, это та же самогонка, только в относительно красочной упаковке. О том, насколько может быть полезен доступный элитный алкоголь из гаража, говорит статистика из наркологического диспансера. За 9 месяцев этого года мы уже взяли на учет новых больных лиц с хроническим алкоголизмом 896 человек. Более 200 человек с алкогольными психозами. Но это говорит о чем? Что, конечно же, продукт, который употребляют наши пациенты, это, как правило, контрафактный, это фальсифицированная водка, коньяки, это употребители каких-то смесей, жидкостей для разжигания, антизамерзайки и, конечно же, употребители самогона. И если сами клиенты подпольных точек о своем здоровье не беспокоятся, то полиция регулярно борется с нелегальными предпринимателями. Из незаконного оборота в 2014 году изъято 8,5 тысяч литров алкогольной продукции. 6,5 тысяч литров алкогольной продукции не имели документов, подтверждающих законность нахождения в обороте. Сотрудниками МВД России Бирянской области уделяется пристальное внимание территории Валдарского района. Там неоднократно поступают заявления в адрес начальника ОВД с просьбой прекратить несанкционированную торговлю алкоголем из гаражей и контейнеров, которые находятся по улице Валдарского. К административной ответственности за этот год уже привлечены 23 человека. Стражи порядка усиливают контроль над объектами, которые были уличены в незаконной торговле. Местные жители тоже не в восторге от гаражных предприятий возле своих домов. Но проблема в том, что после визита с стражей порядка гараж закрывается ненадолго. Да и застать алкобаронов врасплох не так-то просто. Здесь почти как на режимном объекте. По периметру стоят часовые. И как только служебная машина или видеокамера подъезжает, лавочка тут же сворачивается. Видели, что не один раз закрывали гаражи, но потом они опять работают. И народ ходит. А какой народ ходит? Вот взрослые, может молодежь служит? И молодежь ходит, и взрослые. Приезжают даже на крутых машинах. И женщины, и мужчины, все ходят. Ну а как вы считаете, вот может там водка стоить 50 рублей? Нет, конечно. 50 нет, но они по 100 рублей, по-моему. С одной бочки, друзья мои, льют. Там тикетки, хренетки нарисовали, обман. Вы в курсе, что у вас здесь торгуют контрафактным алкоголем в гаражах? В курсе. Ну а как вы относитесь к этому? Резко отрицательно. Кроме непосредственной продажи, алкобизнесмены ведут и продуманный маркетинг. Они уверяют, продукция легальна, просто на таможне забыли приклеить акцизы. Для тех, кто в это верит, именно в таком состоянии нелегальный алкоголь пересекает границу. Никто не следит за состоянием этой тары. Никто не проверяет и жидкость внутри. Но на самом деле, все продаваемое из-под полы чаще всего производится неподалеку. Вполне возможно, в соседнем гараже. По-другому ценовую политику контрафакта не объяснить. Ведь сама себестоимость бутылки алкоголя куда выше того ценника, который в гаражах. Сегодня запрет на рекламу роста цен в легальной рознице. Все это привело к тому, что рынок нелегального алкоголя сопоставим с уровнем реализации легальной продукции. По данным высшей школы экономики, в 2013 году рынок легального алкоголя упал более чем на 10%. С 1 августа 2014 года правительство Российской Федерации вместе со своей службой Росалкогольный регулированный ввели минимальные розничные цены в размере 220 рублей за емкость 0,5, напитка свыше 40 градусов. Потери легального бизнеса в этом году прогнозируется более 100 миллиардов рублей. Для многих лицензированных предприятий это прямой путь к банкротству. Гаражная продукция не только вредна, но и опасна. Торговец рискует познакомиться как с административным, так и с уголовным кодексом. А покупатели такой продукции в лучшем случае могут испортить себе здоровье. Причем претензий кроме себя предъявить будет некому. Игорь Умаров, Артемий Наумов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.